За воскресной литургией в неделю преподобного Иоанна Лествичника вместе с нами молились курсанты военного училища имени Штеменко, будущие офицеры, защитники нашего Отечества. Перед началом богослужения настоятель храма отец Александр раздал курсантам иконочки спасителя. Молодые люди с вниманием отнеслись к богослужению, следили за ходом литургии, желающие имели возможность исповедаться и причаститься святых христовых тайн. Вот, братья и сестры, наша будущая армия, если она будет в храме, мы победим, а если не придет в храм, там все надолго. Так Суворов говорил, молись Богу, от него победа. Бог наш генерал, он нас и водит, а пока у нас генералы командуют нашими войсками без обращения к истинному Богу, без покаяния, без воздержания, без веры в Иисуса Христа, а просто с научением воевать, мы не победим. Нужно возвращаться к науке побеждать, которую разработал Александр Васильевич Суворов. А он так и говорил, неверующее войско учить, как ржавое железо точить, неверующий солдат в бою всегда, или трус, или дезертир, говорил Александр Васильевич Суворов. Но я верю, вот те ребята, которые с нами сегодня молились, я вот представил себя на их месте. Вот я стою в форме, курсант, священники служат, народ поет, казаки, антифоны запевают. И вот верую, или Отче наш, или святы Божии, святы крепкие, святы бессмертные, помилуй нас. Вот я бы стоял, даже если первый раз, меня просто такое охватил трепет и ужас. Господи, я в храме, весь народ, и бабушки, и дедушки, и мамы, и папы, и многодетные, и бездетные, и пожилые, и больные, и здоровые, все поют. А я вообще стою, этого ничего не знаю. Для меня это далеко. Но меня охватывает такой трепет, такое волнение, такая радость. Я стою в том, в чем вырастали мои полководцы, Жуков, Кутузов, вот все так, Нахимов, Дмитрий Донской, Александр Невский. Это вот все мое родное, это где-то в глубине. Это то, что никогда нельзя ни продать, ни купить, и не поменять ни на что. Я хочу пожелать нашим воинам от всего нашего прихода быть достойными защитниками, прежде всего, веры своей. Потом Отечество, а потом уже своей семьи. Я думаю, что и все те, кто молился сегодня, видел целую роту солдат с нами, пирсантов, тоже порадовался, что наши воины потихонечку возвращаются в церковь. О чем это говорит? Это значит, что потихонечку приближается наша победа. Потому что солдаты начинают молиться Богу. А кто молится Богу, тому сам Бог, генерал. И Он даст победу нашему воинству. Чего и хотелось бы пожелать нашим курсантам всего. И всем нашим прихожанам, чтобы молились за наших солдат, помогали и ленились. А пока будем молиться. Усердно молиться в храмах Божьих. За наших солдат. За наши защиты. Дай Бог вам здоровья. Сегодня весь приход о вас молился. Я думаю, что даст Бог, вы все это почувствуете. И сердце ваше еще раз сюда вас позовет. И мы с радостью будем молиться с вами. С нашими защитниками Отечества. Аминь. Аминь. Аминь.